Уважаемые коллеги, у меня задача более простая, чем у предыдущих докладчиков. Собственно говоря, главная задача представить проект, который называется очень громко «Будущее высшего образования», модератором которого я имею в этой конференции. Но как, в общем-то, истинный преподаватель, я не могу не подвести какую-то под все это дело теоретическую базу, достаточно серьезную, и поэтому все-таки какое-то вступление будет перед тем, как просто пригласить вас на мероприятие этого трека. Итак, мы попытались в этом треке связать два проекта, две программы. С одной стороны, чисто образовательный проект, приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда», яркие представители этого проекта, фактически выполняющих этот проект, уже выступали здесь, и программу «Цифровая экономика». Значит, они, эти документы, запускающие эти большие программы, но, безусловно, цифровая экономика программ значительно больше, в общем-то, подписаны были почти одновременно, так сказать, с исторической точки зрения, и совершенно не случайно. Поэтому, вот, конечно, они взаимосвязаны между собой, но связь это, ну, на мой взгляд, не совсем, ну, как бы сказать, не совсем, может быть, понятная. Поэтому некоторое время я посвящу вот попытке своего осмысления вот этой самой связи. «Цифровая экономика» — конечно, более глобальная программа, одна из целей, и главное — создание экосистемы цифровой экономики России, где цифровые данные будут основы на социально-культурной деятельности, экономике, вообще говоря, любых, можно сказать, областей человеческой деятельности, прежде всего, профессиональной человеческой деятельности. Привел, не удержался, чтобы не привести здесь определение экосистемы цифровой экономики, и хочу здесь отметить, что это партнерство организации, ну, а так и далее прочее. Партнерство организации — что такое экосистема, что должно построить цифровая экономика. Ведь, ну, и, собственно говоря, вот это партнерство здесь, я надеюсь, и создаем участие. Значит, каков смысл для системы образования, ну, и высшего образования в частности, какие задачи ставит перед системой образования программа цифровой экономики на выживание. Система образования должна обеспечить массовое внедрение профессионального деятельности новых сквозных цифровых технологий. Слово массовое очень важно. Мы встречались уже с массовым внедрением информационных коммуникационных технологий в начале, в середине, в середине нулевых годов, скажем так. В том числе и перед системой образования, и высшей, и общей стояла эта задача. Но внедряли мы тогда элементарные информационные технологии, хотелось бы сказать, которые, конечно, в профессиональной области используются, но используются и вообще в целом в быту. Эта задача мы достигли. Мы достигли определенного состояния электронного государства в Российской Федерации, о чем уже говорилось. Но новые технологии, которые вот называются сквозными цифровыми, они, во-первых, непростые, неэлементарные совершенно, да? Во-вторых, они предназначены, согласно программе, прежде всего, предназначены для профессиональной деятельности. Для профессиональной деятельности. А вот массовое внедрение в профессиональную деятельность такого массива новых технологий еще в России как бы не было. Это вот особенность данного этапа цифровизации, если хотите, и в общество. Вот, напомню, что эти технологии, вы видите, здесь перечислены. Согласно документам, разные документы немножко разные списки дают. Как минимум три документа, три разных списка. Ну, в общем-то, повторяется. Собственно, к цифровой можно отнести вот первые, так, семь примерно позиций. Семь позиций. Цифровая экономика перед системой образования, ну, ставит задачи обеспечить благоприятные условия минимум на двух из трех уровней цифровой экономики, как там прописано. Первый уровень – это обеспечить условия среды, которая создает условия для развития технологий эффективного взаимодействия рынков и так далее. Ну, в области кадров, естественно, подготовка кадров, да, для цифровой экономики. Вторая, второй уровень – это платформы, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики. Всего должно быть сформировано десять платформ, одна из которых – это образовательная платформа, но на каждой из других платформ, включая это медицину и так далее, и тому подобное, должна быть, вообще-то говоря, образовательная обучающаяся часть. Это тоже предусмотрено. Фактически, задачи цифровой экономики означают, что мы должны подготовить специалистов, развивающих сами цифровые технологии, те, которых мы называем айтишниками. Во-вторых, мы должны подготовить специалистов, которые применяют цифровые технологии, которые, как правило, представляются именно на цифровых платформах, причем это специалисты во всех областях деятельности, во всей профессиональной деятельности, широкие, в том числе, гуманитарии, экономисты, естественно, и так далее, и тому подобное. И третье – это обучение и просвещение населения, и четвертое – это развитие цифровых платформ, собственно, для системы образования, какой она должна быть в рамках вот этой вот всей глобальной модели, скажем так. Проблем здесь больше, чем решение, хотелось бы сказать. Потому что учитель этим технологиям приходится на лету, они развиваются, они природно меняются, где, почему сейчас учите, что, кстати, будет через 5 лет в области искусственного интеллекта, да? Трудно сказать, куда пойдет дело. Ну, в частности, вопрос, на какой уровень коммунизации выйдут эти цифровые технологии, другими словами, чему учить гуманитариям, которые тоже должны будут пользоваться этими технологиями, учить ли их программирование на бетон, или, значит, цифровая платформа соответствующая будет предоставлять им более простые механизмы использования этого дела? Трудно понять. Ну, безусловно, проблема в количестве и качестве учителей, которые могут учить этим технологиям. И здесь, конечно, цифровое образование без тех же онлайн-курсов не обойдись. Но тоже возникает вопрос, а какой должен быть будущий вот эта цифровая образовательная программа, если не смотреть на нее не только как на каталог онлайн-курсов, ну, там, не с несколько дополнительных сервисов, а вот с этой более глобальной точки зрения, с будущей цифровой экономики в целом. Вот вот этим решение, эти проблемы, и посвящено, по большому счету, нашей части конференции. Наша часть конференции. Хотелось бы сказать еще добавить, что вообще говоря, проблем здесь очень много. И то, что на решении мало, свидетельствуют результаты относительно недавнего конкурса на создание центров цифровых технологий, сквозных технологий по национально-технологической инициативе. Вот шесть технологий, которые были заявлены. Из них только две получили положительное решение. Все заявки на остальные, на центр развития Big Data, на центр определенных реестра, блокчейна, беспроводной связи интернетных вещей и робототехники были отброшены заявки. То есть конкурсы не состоялись. То есть те монстры образовательные, которые участвовали в этом конкурсе, претендовали там, как минимум, на 400 миллионов рублей, оказались несостоятельными. И 2018 год объявили новый конкурс. Это не случайно. Именно потому, что это сложная задача. И возвращаясь к нашей сердце или к нашему треку, хотелось бы сказать, что здесь будут обсуждены две основные темы. Одна минутка. Все заканчиваю. Первый результат и перспективное направление современной цифровой образовательной среды. Здесь у нас в качестве гостей вы уже видели некоторых. еще лучи есть? Нет, прошу прощения. Не хуже. И, значит, онлайн обучение традиционное образование в концеекса задачи сфровой экономики. Три основные группы спикеров. Это ведущие исполнители современной цифровой образовательной среды. Это омские вузы. Это представители омских IT-компаний. Потому что у нас будет такое мероприятие, связанное с базовыми кафедрами. омских вузов. Наши гости, некоторые из которых вы видели, сегодня будет секция в традиционном формате, где будут как раз сведены вместе наши омские вузы с одной стороны и ведущие вузы, выполняющие этот реоритетный проект. Будет мастер-класс, часть из которого вы уже почувствовали на выступлении Евгении Юрьевны Кулик о том, как и какие вопросы, и какие ответы есть при взаимодействии поставщика онлайн-курса и потребителя онлайн-курса, который, то есть вузы, который встраивает свою программу, это дело, этот онлайн-курс. Это очень интересно, безусловно. На следующий день круглый стол, роль онлайн-обучения реализации цифровых программ цифровой экономики. А программа у всех есть. Да. Ну и вот еще два мероприятия, которые есть в программе. Спасибо вам большое, мы приглашаем именно на наш тренд. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok